добрый вечер друзья вы на канале хурма меня зовут валерия и я сегодня буду модератором нашего вебинара для начала давайте проверим связь пожалуйста поставьте в чат плюсики если меня хорошо слышно и видно да и пока мы собираемся еще собираются участники предлагаю немного познакомиться напишите пожалуйста в двух словах используете ли вы сейчас бизнес-сторителлинг у себя в компании и если да то какие истории о чем возможно каких ситуациях вы используете какие истории рассказываете да вижу отлично уже начинают появляться плюсики первые участники уже активно участвуют в нашем вебинаре благодарим вас за это друзья и пока вы пишете ваши истории хотелось бы пригласить вас автоматизировать свои чар-процессы с хурма систем по промокоду вебинар скидка 30 процентов для новых пользователей при покупке системы от трех месяцев вы можете за я оставить заявку на сайте и получить персональную презентацию системы и сразу хочу представить вам спикера нашего вебинара артем мушин македонский член совета директоров международной группы истории в организациях организатор ежегодной онлайн-конференции по сторителлингу в бизнесе и основатель академии их история добрый день артем друзья пока подключается артем вы можете подписаться на канал поставить колокольчик для того чтобы получать уведомления о наших вебинарах каждый четверг добрый день валерия рад с вами быть сегодня взаимно передаю вам слово можно открывать вашу презентацию и теперь участники в полном вашем распоряжении супер отлично тогда давайте начинать дорогие зрители всем добрый день рад вас всех читать в чате я буду поглядывать что происходит поэтому если я вот так вот смотрю значит я внимательно читаю что вы пишете пожалуйста поставьте восклицательный знак если меня слышно и видно проверим связь немножко и будем начинать наш сегодняшний вебинар отлично связь есть это не может не радовать хорошо для начала давайте немножко познакомимся во время меня уже так прекрасно представил ну пару слов о себе скажу чтобы вы понимали с кем вам сегодня предстоит общаться зовут меня артем мошен македонский я себя называю даже не стори тейлер или не консультант а собиратель истории моя работа заключается в том чтобы помогать людям с помощью истории добиваться результата для этого я их истории собираю помогаем вспоминать структурировать рассказывать под задачу и находить место историям в общении потому что истории не всегда нужны в прошлом я самый чар консультант по работе с вовлеченностью я начинал свою карьеру с и чар консалтинга занимался исследованиями вовлеченности персонала около двух с половиной лет сам тренировал вовлекающих лидеров и тренинги сертифицированные проводил на эту тему да и больше 50 таких исследований курировал в разных компаниях сегодня я основатель академии их история это первая в россии компания которая занимается стори тейлингом стратегически как единым инструментом влияния на результат и на международной арене меня знают некоторые как члена совета директоров международной группы истории в организациях эта группа которая от австралии до америки помогает истории превращать стратегический инструмент для развития бизнеса вот но и да часто спрашивают фамилия у нее настоящие 70 процентов мне досталось от жены как я часто говорю и я был артем ушин познакомился на факультете психологии с ане и македонской вот мы полюбили друг друга взяли двойную фамилию и сын мой теперь костик тоже с двойной фамилией живет возможно он замучается заполнять всякие бланки отчетности и проще ну можете себе представить веселуху устроили родители для ребенка но ему пока еще трех даже нет поэтому пока не страшно вот это так вкратце обо мне немножко информации вбросил и у меня для вас сразу вопрос мне сказали что в целом здесь аудитория такая активная и вы часто пишите в чат поэтому сейчас буду этому убеждаться напишите пожалуйста плюс если вы в моем представлении услышали какую-то историю и минус если не услышали вот такое вот простое начало для нашего сегодняшнего вебинара плюс если услышали минус если не услышали все просто владислав анастасия нотария вижу минус плюсы оксана вижу плюс елена жданова лена привет а вижу плюс ага и вольга тоже плюс хорошо а вот а вот джон кузьмин поставил минус интересно в основном плюсы пока ну окей хорошо хорошо давайте с этим разбираться вот такой вот интересный вопрос вам собираюсь сейчас задать а скажите пожалуйста если вот посмотреть на то что вам сейчас рассказал а где здесь была история вот про про что здесь же были и факты тоже не только истории были вот как на ваш взгляд где здесь собственно история была им хо просто констатация фактов спасибо за честное мнение сейчас кара комментирую это хорошо честность я люблю история про фамилию пишет владислав как появилась фамилия пишет ага может про семью то есть все остальное как-то факты а вот это вот про семью это история а хорошо теперь смотрите дорогие друзья я вас попрошу сейчас подумать про себя а ответить на один вопрос простой как вы думаете зачем мы с женой взяли двойную фамилию и сделали вот зачем мы это сделали можно написать в чат можно не написать но вот только честно то что вы сейчас думаете после моей истории про семью вот только честно меня этим обидеть невозможно мы сейчас поиграем с вами в откровенность прям напишите то что думаете зачем мы с женой взяли двойную фамилию ради маркетинга конечно больше то выделяться нечем надо фамилии выделяться сохранить известную фамилию жены правильно фамилия мужа так себе надо же жены сохранить легкая подача презентация себе а я увидел это сообщение я успел его прочитать понятно да то есть для ради сам презентации может быть так еще гип сохранение обеих фамилий для новых поколений какая прелесть спасибо анастасия еще гипотезы уважаемые участники она может быть самодостаточной женщины которая не хочет менять фамилию а вы любящий мужчина который готов взять ее фамилию какая прелесть какая при спасибо большое вот видите я любящий мужчина и не ради маркетинга видите вот теперь смотрите какой парадокс вы такие классные версии выдвигаете а да вот тем более что македонский полмир завоевал да вы такие классные версии выдвигаете какие-то из них мне выгодны например про то что я любящий муж и про то что сохранение обоих веток фамилии а вот когда я так представился например в группе чиновников из татарстана которые приехали учиться коммуникациям мне 90 процентов аудитории сразу сказали одно слово подкаблучник ну потому что в татарстане очень такая патриархальная культура и там такое вообще решение было бы не принято а парадокс вот в чем вот это казалось бы история которую я вам рассказал о своей фамилии и о том как мы ее создали она порождает у вас совершенно разные выводы но ни один из них я не контролирую каждый из этих выводов вы сделали сами без меня я никак не влияю на то что вы подумаете и вот в этот момент то что я сказал а является больше не истории потому что история это не просто набор личных фактов или какая-то байка из жизни или отрывок из биографии история это инструмент используя который вы начинаете мягко без манипуляции но все-таки управлять тем что думает на той стороне другой человек если бы я вам рассказал настоящую историю том откуда и зачем мы взяли такую фамилию и версии про подкаблучник про маркетинг и так далее они были бы сразу исключены просто потому что я вам дал бы другую информацию я вам реально дал бы объяснение но я его не дал при этом кажется что вроде как личное что то рассказал значит история и вот это очень большой камень преткновения для стори тейлинга в бизнесе мы когда факты о себе говорим мы можем предсказать что о нас подумают мы можем предсказать что подумают о наших ценностях проектах там не знаю инновациях инициативах но когда мы начинаем говорить историями мы перестаем успешно предсказывать что конкретно подумает другой человек и это одна из тех причин по которым истории а не используется практически именно стратегически наша задача сегодня с этим побороться наша задача сегодня посмотреть на истории как на инструмент стратегический и для этого нам надо понять а не просто не просто как это делать но и когда вот что важно для начала давайте так как правило стори тейлинг воспринимается как вот следующим следующая вещь а вот знакомьтесь этот робокер человек который провел замечательный эксперимент под названием significant object что он сделал он собрал примерно 100 объектов купил их на ebay за 128 долларов в сумме а потом на этом сайте аукционе он значит их купил и собрал коллектив из 200 авторов которые написали к каждой вещи вымышленную историю от лица предыдущего владельца историю о том что этот предмет значит для этого владельца всего он потратил 128 долларов но по итогу того как он выложил эти истории обратно на ebay он заработал с продажи тех же самых вещей которые никак не изменились 8 тысяч долларов неплохое такое увеличение в несколько тысяч процентов и вот это как правило чаще всего думают про стори тейлинг сегодня какую бы мне историю такую изобрести или придумать чтобы у меня сотрудники вовлеклись клиенты начали покупать руководители начали соответствовать ценностям там людей своих хвалить и так далее наш подход не такой сегодня я попытаюсь вам рассказать о том как истории не придумывать под задачу из ничего а вспоминать и находить в организации так чтобы они решали вашу задачу вот об этом сегодня поговорим и на самом деле у нас три пункта в плане кратко понять какие задачи истории могут вам помочь решить в общении понять как под эти задачи подобрать подходящие истории и убедиться что ваша речь на самом деле история потому что не всегда то что называется история история является давайте начинать начнем мы ну давайте так если план вам нравится вы поставьте вот этот знак если вам откликается то что вы сейчас услышали и тогда мы продолжим и вот абсолютно верно пишет джон что возникает огромное количество вопросов к таким историям ну потому что выдумывать не надо в нашем мире выдумывать бесполезно иначе ну давайте так на любом уровне можно все проверить все что угодно что вы говорите в переговорке что вы говорите на встрече что вы говорите на саммите в женеве неважно все можно проверить и к сожалению эта проверка не в пользу тех кто искажает истину мы с вами искажать истину не будем потому что это просто не выгодно ни для вас ни для кого. Давайте начнем вот с чего. История – это инструмент общения. Только один инструмент из множества. И нам надо понять, в чем цель общения, если мы хотим понять, зачем нам нужны истории и когда их применять. Цель общения, дорогие мои, это не просто донести какую-то информацию, это что-то изменить. Причем изменить что-то либо в мыслях, либо в эмоциях, либо в убеждениях. В любом случае, изменить что-то в другом человеке. К сожалению, как правило, мы это воспринимаем не как бы мне завести тебя на какие-то изменения, а как бы мне, вот куда бы мне ключик вставить тебе в спину, чтобы ты сделал то, что я хочу. Такие изменения называются манипуляция. И, к сожалению, очень часто коммуникация, которая начинается с мысли, что бы мне такое сказать, чтобы ты сделал, что мне надо, она проваливается. Наша задача подумать вот о чем. На другом конце нашей коммуникации всегда есть человек, который для того, чтобы что-то сделать, должен для себя ответить на какие-то вопросы. И вместо того, чтобы спрашивать себя, что бы мне такого сказать, что бы ты сделал, что мне надо, можно спросить себя, что ему важно услышать, чтобы он сам захотел это сделать. Это маленькое изменение фокуса уже позволяет нам перейти на другой формат коммуникации. Сейчас я предлагаю нам посмотреть не на то, что нам надо говорить, а на то, какие вопросы возникают в голове у другого человека. И разбираться мы будем на конкретном примере, ну и на конкретной модели. Давайте допустим, что вы сотрудники, молодые, с горящими глазами, а я руководитель в крупной компании. И моя задача сделать так, чтобы после общения со мной вы подавали новые идеи по улучшению всяких там процессов, продуктов и проектов внутри этой компании. Вот такая вот идея. Я вам сейчас буду говорить разные вещи на разных уровнях модели, а ваша задача оценивать, вдохновляет вас это делать или нет. Вот именно вдохновение я должна почувствовать. На первом уровне у вас возникает в голове вопрос, что? Например, что нужно делать, чтобы вырасти в этой компании? Или чем занимается ваша компания? На этом уровне я могу что вам сказать? Коллеги, подавайте идеи по улучшению продуктов и проектов нашей компании. Вопрос к вам. Вдохновляет ли вас это сообщение подавать идеи и что-то, ну, предлагать какие-то идеи по улучшению этой компании? Или не вдохновляет? Плюс или минус? Все очень просто. И да, это все, что я на этом уровне могу сказать, потому что этот уровень такой фактической информации, что конкретно надо сделать и так далее. И вот, судя по всему, пока никакого вдохновения не чувствуется в чате. Хорошо. Нужен ли нам этот уровень? Да, конечно, нужен. На этом уровне я могу спросить, а чем занимается ваша компания? Что вы делаете? И историю услышать в ответ странно. Ну, то есть здесь истории не живут. Идем дальше. На следующем уровне вы, как новичок, думаете над вопросом «как». Например, как конкретно мне это сделать? Или как устроен этот регламент? Или сколько будет человек на вебинаре? Ну, то есть сколько – это по-английски, да? How much? Соответственно, тот же самый вопрос how в основе стоит. Если я спрашиваю, сколько человек будет на вебинаре, я не жду историю в ответ. На этом уровне я, как ваш руководитель, могу сказать, коллеги, проходите на сайт, заполняйте короткую форму, нажимайте «отправить» и тем самым подавайте новые идеи по улучшению нашей компании. Вдохновляет ли вас это сообщение подавать новые идеи? Плюс или минус? Точно то же самое задание. Как видите, это не является историей. Это не значит, что это вдохновляет или нет, но сейчас проверим. Наталья, Лина уже пишут, что пока вдохновение особо не чувствуется. Ну и это логично, потому что на этом уровне живут не истории, а инструкции. На этом уровне вам не надо никого вдохновлять. Вам надо донести конкретные шаги. Как похвалить человека? Скажи это специфично, скажи это незадолго после того, как человек что-то хорошее сделал. И желательно, скажи это при всех. Конкретные четкая инструкция. Вы ответили на внутренний вопрос «как» другого человека. Пока, правда, нет вдохновения что-то делать. Это опасно, потому что нам, вроде бы, действий добиться каких-то. Идем дальше. Следующий уровень называется «Зачем?». Это такой переломный момент, потому что на этом уровне вы, как новички, спрашиваете, а зачем мне вообще подавать идеи? Зачем мне подавать идеи? Что я могу вам сказать как руководитель? Коллеги, подавайте идеи для того, чтобы быстрее вырасти в этой компании. Или коллеги, подавайте идеи для того, чтобы наша компания росла и развивалась, а вы росли и развивались вместе с ней, как авторы этих идей. Скажите, пожалуйста, вдохновляет ли вас такая коммуникация подавать новые идеи? Отличие какое-то есть от предыдущих уровней или нет? Напишите. Плюс-минус. Вот пишет Лена. Ага. Так. Вот вон плюс и минусы скрыто. Чуток, да, Лина. Ага. Смотрите, я вам так скажу. Это вас вряд ли вдохновляет. Скорее, это вас мотивирует. В чем разница? Я вам что-то предложил, а вы хотите это получить, и вы это делаете. Например, делай свою работу хорошо, и ты получишь премию. Вас премия не вдохновляет. Она вас мотивирует, потому что без премии вы бы не делали. А вдохновляет это, когда вы и без премии, и без еды, и без сна можете работать. Наверняка у вас было в жизни такое состояние, когда вы могли ради одной какой-то задачи рубиться просто насмерть, хотя вам никто ничего не обещал. Вы просто чувствовали, что вот это надо сделать. Не ради оценки, не ради денег. Это и есть вдохновение. И оно очень сильно отличается от того, что я вас сейчас создал. Если вообще создал, конечно. Это называется мотивация. Мотивация – это я вам что-то предлагаю. А вдохновение – оно изнутри. И, конечно, прослеживается немножко личная выгода. Совершенно верно, мое личное развитие. Но эта личная выгода как будто бы сверху или снаружи вам предложена. Она не изнутри родилась. Теперь давайте идти дальше, на самый последний уровень. Пока я истории вам не рассказывал, пока были только тезисы. Может быть, на последнем они будут. Итак, последний вопрос, который мы задаем про себя, это почему. Почему нужно что-то делать в этой компании? Например, почему нужно подавать идеи? Или почему мне нужно действовать именно так, как вы предлагаете? Почему мы переезжаем в новый офис? Почему у нас внедряется это изменение? И так далее. На самом последнем уровне, самое последнее, что я могу вам сказать, следующее. Ответ на этот вопрос. Коллеги, подавайте новые идеи, потому что те, кто подает новые идеи в этой компании, быстрее вырастают. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы, что стало больше желания действовать по сравнению с уровнем «зачем?» Давайте я их подряд назову вам. Зачем? Подавайте идеи, чтобы наша компания росла и развивалась, и выросли вместе с ней, как авторы идей. И почему, коллеги, подавайте идеи, потому что эта компания растет и развивается благодаря новым идеям, а те, кто их подают, растут и развиваются вместе с ней. Есть ли какое-то ощущение, что на уровне «почему» энергии как будто больше, вот этого стремления подать идею, как будто что-то более центральное, более фундаментальное сейчас происходит, чем на уровне «зачем?» Если такое есть, сообщите, дайте знать. Если разницы не чувствуете, тоже дайте знать об этом в чат. Да, больше мотивации, больше энергии пошло как будто бы. Когда в первый раз озвучивали, почему была разница, во второй разницы нет. Разница эта на самом деле очень призрачная, потому что на уровне «зачем?» я говорю про то, что будет в будущем. Для чего? Чтобы компания росла и развивалась. Когда я говорю про «почему», я говорю «потому что компания растет и развивается благодаря новым идеям», а те, кто подают идеи сейчас, развиваются и растут сейчас вместе с ней. На уровне «почему» я говорю про факт какой-то, непреложное убеждение, которое существует. И вот в чем парадокс. Это все, что может быть в голове у нашего собеседника. Больше никаких вопросов там не живет. Что, как, зачем и почему описывает весь континуум, который там существует. Но проблема в том, что я вас пока не вдохновил. Ну, то есть, вряд ли у вас появилось собственное, аутентичное желание подавать идею. Скорее всего, оно исходит от меня, и вы это прекрасно понимаете и чувствуете. Как же тогда, во-первых, вдохновить, а во-вторых, найти место истории? Давайте я вам приведу конкретный пример. И вот, да, вот Дарина пишет нам, что, Дарина пишет, что мы все большие эгоисты, поэтому нам много интереснее свое личное развитие, чем наше совместное с компанией. Может быть так. Но давайте я приведу вам пример, а вы мне скажете, работает ли он. Несколько лет назад я сам работал менеджером по обучению в крупной компании. У нас был день адаптации новичков. Ну, знаете, мероприятие, где сидит 40 человек, и им по очереди руководители рассказывают конкретно, за что они могут уволить вот этого новичка из разных департаментов. В общем, веселое мероприятие. И вот в этой компании к нам среди череды вереницы руководителей пришел Николай. Вы его сейчас видите на ваших экранах. И Николай был директором юридического департамента, и во время своего выступления он как-то обмолвился, что за 6 лет он вырос от младшего юрист-консульта до директора департамента. Первый мой вопрос был после его выступления. А как мне так вырасти, Николай? Вот как мне так вырасти? Если обращаться к нашей модели, то это второй уровень. В ответ Николай сказал следующее. Артем, вопрос хороший. Мне лет 6 назад, когда я был здесь новичком, не мог никто на него ответить. Я просто сидел вот там вот в коморке, напротив, в кабинете с моим начальником, и он мне передавал дела. И я смотрю, а у меня в процессе одобрения кредита, который я должен был курировать, два последних этапа стоят вот так, последовательно. А у меня на прошлом месте, что ли, в бизнес-кейсе каком-то, они стояли вот так вот, параллельно. И было быстрее. Я говорю, Павел, начальнику, слушайте, а может быть нам, смотрите, здесь подсократить процесс, вроде как должно получиться быстрее, безопасность не пострадает. Он говорит, Коль, интересная мысль, давай попробуем, проверяй процесс, приготовь презентацию, и пойдем к председателю управления. Готовим презентацию, все проверяем, и буквально через несколько недель процесс сокращается в среднем на полтора дня. Меня мой начальник Павел, говорит нам, Николай, безумно хвалил, говорил, слушай, ну будешь здесь так работать и так действовать, ты реально очень быстро вырастешь, мы такое ценим. И меня реально через какое-то время после этого повысили. Я продолжил себе один задавать вопрос, всего один. Зачем мне делать так, как раньше, если я вижу, как лучше? Скажите, пожалуйста, сейчас в истории Николая, когда вы ее дослушали, на какие вопросы вы получили для себя ответ? Что вам нужно делать, как новичкам? Как вам действовать, как новичкам в этой компании, конкретно, по инструкции? Зачем вам действовать именно так, как новичкам? Или почему вам стоит действовать именно так? На какой или какие вопросы вы сейчас получили для для себя ответ, как новички в этой компании? Это может быть несколько ответов сразу. Но отличие как раз здесь не в том, что это какой-то другой уровень, а в том, что мы сейчас не просто эти ответы, я вам не дал эти ответы, вы их получили. Вот в этом отличие. Дарина пишет на вопрос, почему. Кто еще на какие уровни, что нужно сделать, Владислав? А что конкретно нужно сделать, чтобы вырасти в этой компании? Жду еще ответов. Что, как, зачем, почему. Как это сделать? Удивительное дело, мы сразу получили ответ на нескольких уровнях этой модели. За счет чего? Николай не сказал ни что надо делать конкретно, ни как это делать, ни зачем это делать. Он впрямую ни одного тезиса не дал. Впрямую он не ответил ни на какой из этих вопросов. Но мы понимаем, что делать. И самое главное, что мы понимаем, зачем это делать и почему. Если бы мы не чувствовали, что мы понимаем, что делать, это значило бы только одно. Мы не ответили себе на вопрос, зачем и почему. Потому что если я вам скажу, друзья, вот сейчас вы слушаете этот вебинар, встаньте, пожалуйста, похлопайте два раза, покукарекайте три раза и сядьте на стул. Первый вопрос у вас возникший будет следующий. Зачем мне это делать? Ну, помимо других вопросов про то, адекватный ли Артем вообще. Почему так происходит? По одной очень простой причине. Мы не будем делать ничего на уровне что, пока мы не поймем, зачем и почему мы это делаем. Даже на такой мелочи. Так вот, Николай удивительным образом дал нам самим понять, что нужно делать в этой компании, чтобы вырасти, и мы теперь это делать вдохновлены, в отличие от предыдущей коммуникации. Секрет здесь очень простой. Николай должен был нам ответить на самом деле на два вопроса. Зачем нам надо подавать новые идеи и почему подача новых идей приводит к росту в этой компании? Но чтобы ответить на этот уровень, он отвечал на совершенно другой вопрос. Вопрос с последнего уровня этой модели. Где и когда? Это скрытый уровень коммуникации. На него редко кто заглядывает, потому что редко кто вообще задумывается о том, что это связано. Но когда Николай отвечал вам вслух на вопрос, где и когда я понял, что для того, чтобы вырасти, нужно подавать новые идеи, он отвечал только на этот вопрос, когда говорил. Автоматически каждый из вас понимал, зачем подавать новые идеи и почему. И вот это квинтэссенция моей работы, вот эта модель. Если вы хотите использовать историю под задачу, ваша задача понять, когда это надо применять. Здесь, условно, у вас есть молоток, очень крутой, мощный молоток, но пока вы не увидите гвозди, можно, ну, просто ничего с этим молотком не получится сделать. Ваши гвозди – это места, когда вы должны использовать историю. И вот вам несколько таких примеров. Потому что каждый раз, когда в вашей аудитории в голове возникает вопрос «почему» или «зачем», вам необходима история, чтобы на этот вопрос ответить. Давайте так. Прочитайте сейчас этот слайд и поставьте в чат те цифры, те вопросы, которые вы, скорее всего, можете услышать в головах ваших собеседников. Это то, что думают на самом деле ваши собеседники. Вот поставьте в чат цифру или цифры, которые вы можете услышать чаще, чем все остальные. Продолжение следует... Продолжение следует... Парадокс в том, что даже на самую мелочь, когда мы пытаемся ответить, если это вопрос на «почему» и «зачем», нам недостаточно понимания всех остальных уровней. Нам нужна история. Давайте приведу пример более-менее нейтральный. Представьте себе на секунду, что в вашей компании объявляется переезд. Вот как звучала бы коммуникация и как она звучала у меня пару лет назад, когда нам о переезде объявили. Уважаемые коллеги... Сейчас показываю пальцами уровни. Уважаемые коллеги, совсем скоро у нас состоится переезд. В начале переедут отделы поддерживающие бизнесы, HR, бухгалтерия, а потом операционные отделы и отдел продаж. Мы переезжаем, чтобы всем вместе сидеть в одном большом уютном офисе вместе с Кузнецк-Урал-Трансмаш-Банком и Донецк-Петровск-Сибирь-Банком. Вот вся коммуникация, которую вы получили. Мой коллега дочитывает это письмо. И первое, что он говорит, закрыв письмо, глядя мне в глаза, он говорит, ну все, нас теперь всех уволят. Я говорю, с чего ты это взял-то? Откуда? Он говорит, ну как, все понятно? Переезд-то планируется, потому что они хотят срезать стоимость за офис. А если они срезают, экономят стоимость на офисе, то дальше они будут начнут экономить на фонде оплаты труда и уволят половину людей. Мой коллега в этот момент находится на четвертом уровне, потому что никто не объяснил ему, почему происходит переезд. И он сам все придумал. Если вы не транслируете информацию о том, почему происходит переезд, почему изменения какие-то внедряются, почему у нас меняется CRM-система, почему у нас новый человек в команде, люди сами поймут смысл из контекста. Но вряд ли это будет тот смысл, который вы закладываете. А теперь пример коммуникации на уровне где и когда про то же самое изменение. Коллеги, полгода назад Центральный банк Российской Федерации объявил о том, что в каждом банковском отделении нужно внедрить биометрию. Мы не рассчитывали на такие огромные расходы и поняли, что у нас нет ресурсов на то, чтобы это закрыть и при этом не сокращать расходы. Мы не хотели принимать жестких решений, сокращать штат, поэтому мы приняли радикальное решение. На два с половиной года мы переезжаем в более дешевый офис и будем сидеть там вместе с коллегами из нашей банковской группы, чтобы еще и сделать наши процессы эффективнее. Переезд начнется совсем скоро, и мы делаем это для того, чтобы не сокращать затраты на вход и, соответственно, не сокращать людей. Вот как будет происходить переезд. Вот эта коммуникация отвечает на вопрос, где и когда было принято решение, что переезд нужен, и автоматически формирует у нас, как у сотрудников, понимание, что причина переезда не в желании уволить половину штата и сократить деньги, а в желании спасти компанию. Все очень просто. Если вы чувствуете, что ваша задача прояснить другому человеку, почему или зачем что-то нужно делать, ваша ключевая цель – это перейти на уровень «где и когда». Ну вот, например, почему именно у вас стоит взять этот продукт, если есть что-то похожее? «Где и когда» лично вы поняли, что на самом деле это не похожий продукт, а что-то, обладающее другими характеристиками? Или вот, зачем мне изучать эту тему на тренинге? «Где и когда» вы как тренер поняли, что изучение этой темы реально даст этим людям преимущество? «Где и когда». Заглядывая на этот уровень, разговаривая с этого уровня, вы не просто доносите до людей «зачем и почему», они сами все понимают. Если вы говорите им просто «четыре», они вам скажут ответ «нет, пять». Но если вы скажете им «два плюс два», они не скажут «пять», они скажут «четыре». Точно то же самое происходило с моей фамилией сегодня. Я вам не дал достаточной информации с уровня «где и когда», поэтому когда я спросил, зачем мы взяли двойную фамилию с женой, каждый предположил что-то свое, потому что не было достаточной информации. Я вам дал, по сути, не «два плюс два», а «два плюс х». И каждый подставил свой х. Кто-то подставил что-то хорошее, кто-то что-то не очень хорошее, но я это не контролирую. Если пока понятно, и мы можем двигаться дальше во второй пункт сегодняшней программы, поставьте, пожалуйста, плюс. Я еще раз подведу итог. История не нужна вам, когда вы находитесь на уровне что и как. История нужна, чтобы ответить на вопросы «почему» и «зачем» в голове вашего собеседника. Ваша первая задача как HR-а – видеть такие моменты и понимать, где ваш сотрудник или руководитель или топ-менеджер задает себе внутренний вопрос «почему» или «зачем». Приведу простой пример. Сколько у вас человек будет на вебинаре? Это вопрос как? Сколько у вас будет человек на вебинаре? Это вопрос почему у вас столько будет человек на вебинаре, а не больше. Видите, вы это сами чувствуете. Ваша задача – просто отличать эти уровни осознанно. И вы сможете с этим справиться. То же самое с ценой, например. Сколько стоит тренинг? Сколько стоит тренинг? Пример такой же. Идем с вами дальше, потому что дальше нам надо понять, что мы вроде хотим создать ощущение истории, передать конкретный смысл, чтобы люди поняли, зачем и почему что-то делать. Но вот только беда-то в том, что истории сегодня называют все подряд. Поэтому, когда я говорю, что с помощью истории мы можем создавать смысл и отвечать на вопросы «почему» и «зачем», это происходит далеко не всегда. Вот вам пару примеров. Вот вам, пожалуйста, история. История крупной компании. Основание корпорации. 1992-й. Открытие первого офиса в Москве. 1993-й. Компания запускает первое собственное производство. 1994-й. Похоже ли это по влиянию на вас, на ту историю, которую я вам рассказал, которую Николай рассказал моими устами? Вряд ли. Потому что это хронология, а не история. В ней не хватает необходимого компонента, который мы сейчас с вами откроем для себя. Вот таких примеров в корпоративном мире довольно много. Огромное количество историй компании, на самом деле, являются не историями, а хронологией. Они не отвечают на ключевой вопрос, не соответствуют главному принципу стори-теллинга, и поэтому они не влияют на нас так сильно. Мы просто запоминаем их как фактическую информацию. То, что вы сейчас видите на экране, не отвечает на вопрос, почему компания была создана и зачем. Это отвечает на вопрос, когда. Причем это не тот самый уровень заветный, где и когда. Это уровень, что и как. Как это, ну, в каком году компания создана? В каком году вы сделали первый проект? Это далеко не ответ на вопросы, почему и зачем. Мы не транслируем этим смыслы. И вот вам еще один пример, замечательный совершенно. Проект называется «15 лет 15 историй». Это про пример того, как можно с помощью одного проекта себе сделать очень разные вещи со своим брендом компании. Вот вам, пожалуйста, небольшой слайд. Давайте я его прочитаю, а вы мне напишите, что вы об этом думаете. Кредиты от Росфинансбанка помогают приобретать те вещи, которые нужны именно сегодня. И многие наши клиенты пользуются кредитом не один раз, а много сотрудничают с Балковым долгие годы. Самый преданный наш клиент из Свердловской области взял 31 кредит за 12 лет. Скажите, пожалуйста, дорогие участники, что вы думаете о банке после этой коммуникации? Какие выводы у вас сформируются, когда вы читаете эту историю? Люди приходят в банк снова и снова. Окей. Нейтральный такой вывод. Хорошо. Банку можно доверять, пишет Владислав. Хороший, полезный для бренда компании вывод. Можно получить желанное здесь и сейчас. Похоже, больше на констатацию фактов, чем на историю. Жалко мужчину. Про банк история ни о чем не рассказывает. Дарина, а почему жалко мужчину? Вот это очень интересный вопрос. Вроде как он получает что-то хорошее от банка, но вы пишете, что вам жалко его. Почему жалко? Это тонкий момент, да? Не совсем понятно. Проблема в том, что эта коммуникация не соответствует ключевому принципу стори-тейлинга, поэтому у нас разные выводы формируются, исходя из нее. Кто-то может подумать, что банку можно доверять, а кто-то может подумать, что жалко мужчину. Вот вам пример того, как эта коммуникация могла бы звучать, если бы она действительно была историей. 12 лет назад в Сыргловской области к нам обратился самый наш преданный на сегодняшний день клиент. Мы тогда в кредитной записке прочитали Иван и попросил он кредит на диван. Ну, и мы, соответственно, посмеялись, подумали, Иван диван, да, мы очень интеллектуальные сотрудники. Мы, конечно, выдали ему кредит, у него не было никакой кредитной истории, все было в порядке. Через полгода он выплатил кредит досрочно и пришел к нам за новым кредитом на телевизор. В кредитной записке мы читаем, «Ребят, спасибо большое, я наконец-то начал нормально высыпаться, у меня перестала болеть спина. Я начал отрабатывать на заводе за двоих, и начальник меня заметил и повысил до бригадира смены. И я, наконец-то, могу себе купить нормальный телевизор. Помогите, пожалуйста, с кредитом». За следующие 12 лет Иван взял в нашем банке 31 кредит, из которых больше 70% он закрыл досрочно. При этом эти кредиты возрастали в стоимости, и последним кредитом он приобрел у нас автомобиль. Нам очень приятно, что благодаря нашей небольшой помощи Иван смог приобретать те вещи, которые ему нужны, именно тогда, когда они ему нужны, и постепенно повысил свое качество жизни. Скажите, пожалуйста, меняются ли ваши выводы о банке, исходя из того, что я сейчас вам о нем рассказал, по сравнению с тем, что вы прочитали на слайде? Понятно, что я сейчас эту историю выдумал, исходя из того, что… ну, исходя из демонстрации. Да, она не совсем так может хорошо сработать, как реальная история. По одной очень простой причине. Любую историю можно выдумать, но если потом клиенты заметят, что ваша история не совпадает с реальностью, они больше историям вашим не поверят. Да, это как бы абсолютно простая причина. Как это? Марк Твен говорил, что человек, который не врет, не должен ничего запоминать. Вот тут тот же самый принцип. Определенно меняется в лучшую сторону. Да, по одной простой причине. В том, что я рассказал, по сравнению с тем, что вы видите на слайде, есть один ключевой принцип. Что происходило? Хорошая история всегда в своей основе имеет ответ на вопрос, что происходило. Не ответ на вопрос, что мы за компания, никак и так далее, а что происходило. Вот смотрите. «Наша компания достойна доверия». Эта фраза является историей? Нет, потому что нет ответа на вопрос, что происходило. Фраза «меня уволили» является историей? Не совсем. Это вопрос, что произошло. А если так? Вчера я захожу на работу, сажусь на свое привычное место, тут ко мне подходит начальник и говорит «ну-ка, Артем, зайди-ка ко мне». И тут как-то он холодно сказал, я почувствовал что-то неладное. Захожу к нему в кабинет, а там сидит юрист наш корпоративный с папочкой документов. И тут я понял, что сейчас Артема будут увольнять. Плохой день. Сразу начинается как будто переход куда-то. Вы автоматически попадаете в тот кабинет с тем юристом. Каждый представляет на этом месте своего юриста, свой образ какой-то. Но все вы переноситесь в мое прошлое автоматически. Как только я начинаю каждой фразой своей речи абсолютно без исключения отвечать на один вопрос – что происходило? Это магия. Но это как рыба и вода. Мы не видим этот принцип так же, как рыба не видит воду. Но он вокруг нас постоянно. Поэтому вот такие вот странички с ценностями, они не вызывают никакого поведения наших сотрудников. Потому что о каком поведении может идти речь, если это просто тезисы о том, что надо делать. Например, мы ставим потребности клиента во глава угла. Мы уважаем и доверяем друг другу. Или уважаем друг друга – странная формулировка. Или вот, пожалуйста, только в условиях, когда каждый сотрудник переживает за общее дело, активно участвует в его реализации, возможно добиться высокого уровня доверия со стороны клиентов и партнеров. Вас это вовлекает так себя вести? А вроде как это корпоративные ценности, должно быть вовлекающее. Должно хотеться вовлечься после прочтения этой фразы. Иначе зачем она там? Вот вам пример ответа на вопрос «Что происходило», который реально влияет на поведение людей уже 160 лет. Идет 1859 год. Недалеко от обрыва Джонсонс Крик, штат Висконсин, пассажирский поезд сошел с рельса за вышедшего на пути быка. В крушении погибло 14 человек, среди них двое – держатели наших страховых полисов. Сумма выплаты составила 3,5 тысячи долларов, что было на полторы тысячи больше, чем у нашей двухлетней на тот момент компании. Понимая это, что молодой страховой компании никто не даст в долг, но и не желая прятаться от семей погибших за судебными тяжбами, наш президент Сэм Даггет и совет попечителей берут деньги из личных средств и выплачивают все в рекордные пять дней. Спустя 160 лет мы продолжаем доказывать, что наша преданность клиентам такая же старая, как наша компания. Удивительный момент. Если бы я вам не сказал, что вот эту вот последнюю фразу про «спустя 160 лет мы продолжаем доказывать, что наша преданность клиентам такая же старая, как наша компания», мне кажется, вы бы и так поняли, что они преданы своим клиентам, правда? Эта страничка дает каждому, кто ее прочитает, 2 плюс 2. И каждый, кто ее прочитает, понимает, а, они преданы своим клиентам. 4. Мне даже не надо говорить 4, чтобы вы это поняли. Мне не нужно говорить «мы преданы своим клиентам». Мне нужно рассказать одну конкретную историю, которая ответит на вопрос «что происходило в прошлом?». И она лучше всего докажет мои ценности корпоративные и соискателям, и кому угодно. И в этот момент мы подходим к краеугольному камню сегодняшнего вебинара. Какие задачи HR может решать с помощью историй? И здесь надо задаться одним простым вопросом, друзья. Что общего у повышения вовлеченности, у представления изменений, у трансляции ценностей, у любой коммуникационной задачи? Что у них общего? На самом деле секрет очень простой. Каждая из них напрямую связана с уровнем «почему» и «зачем». Вот смотрите, что такое трансляция корпоративных ценностей? Мы хотим, чтобы человек вдохновился и, например, проявлял клиент-ориентированность. Класс! Это значит, что у него внутри живет вопрос «зачем мне проявлять клиент-ориентированность?». Какую историю вам надо рассказать в этот момент? Зайдите на уровень «где и когда» и спросите себя «а где и когда я, как HR этой компании, понял, что люди, которые здесь проявляют клиент-ориентированность, быстро вырастают?» И у вас получится что-то похожее на историю Николая. Ваша задача не только рассказывать эти истории, но еще и их искать. Находите сотрудников, которые выросли благодаря тому, что проявили клиент-ориентированность, спрашивайте, как они это сделали и как они приняли решение быть клиент-ориентированными, хотя никто не обязывал, например. И у вас получится история, которая отвечает на вопрос, почему стоит проявлять клиент-ориентированность. То же самое с вовлеченностью. Что такое вовлеченность персонала? Это внутреннее желание работать на компанию, несмотря ни на что. вовлеченный человек – это тот, который не просто горит, он воспламеняет других. Как это влияет на нашу модель? Вовлеченный человек – это тот, кто знает, ради чего он работает. Расскажите о ситуации, когда вы увидели, что ваш результат реально влияет на то, что в итоге получает клиент. Ваше дело реально влияет на то, что получает в итоге клиент. Как вы себя чувствовали? В момент, когда мы чувствуем, что наша работа реально влияет на то, что происходит у клиента, мы и чувствуем ту самую вовлеченность. Мы отвечаем себе на вопрос, зачем мне работать вот здесь и делать то, что я делаю? Единственный способ на это ответить – это спросить себя, где и когда вы увидели, что ваша работа реально приносит результат, а не кладется в стол. И вам было приятно от этого. То же самое с трансляцией изменений каких-то. Когда ваши сотрудники сидят и спрашивают, ой, а что это за новый регламент? На самом деле они не это спрашивают. Они спрашивают внутри себя, почему это нам внедряется этот новый регламент? Мы и без него хорошо работали. В этот момент у них есть вопрос, почему? Что нужно сделать? Все правильно. Залезаем на уровень где и когда и отвечаем, где и когда вы поняли, что без этого регламента будет только хуже. Или где и когда вы поняли, что этот регламент реально поможет лучше работать. Да, это будет сложно поначалу, но это сэкономит кучу усилий всем участникам и тем, кто касается этого регламента. Любой момент коммуникации, который вы ведете внутри компании, связан напрямую с вопросами, почему и зачем. Коммуникация на уровне «Маша, передай ручку» в истории не нуждается. Но если вам нужно внедрять системные изменения, если вам нужно отвечать на вопросы, почему и зачем внутри головы других людей, вам необходима история. Разная. Каждый раз настоящая. Каждый раз найденная под запрос. Но она необходима. Маленький совет, который могу вам оставить. Старайтесь, ну вот за ограниченное время, которое у нас было, старайтесь находить вот эти маленькие гвозди, маленькие моменты, почему и зачем. И вы гораздо лучше сможете работать любой историей, даже если это самый плохенький старый молоток, вы все равно сможете им забить гвоздь. Невозможно учиться и применять сторителлинг, если вы фокусируетесь на том, из чего состоит история, какая там у нее структура, где там у нее герой, учитель, проблема, завязка, кульминация, вы изучаете молоток. На этом вебинаре я хотел оставить вам одну мысль. Вот ваши гвозди. Вот где вам может пригодиться история. И чтобы найти ее, ваша задача двойная на самом деле. Сформулируйте вопрос, почему и зачем из головы другого человека и постарайтесь ответить, на какой вопрос, где и когда, стоит ответить вам как коммуникатору, чтобы он понял, почему и зачем. Вот на этом я хочу приостановиться на сегодняшнем вебинаре и оставить вам две полезные ссылки, потому что про сторителлинг мы в Академии Хистории знаем гораздо больше, чем я могу рассказать за 45-6 минут. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм. У нас есть сайт компании, есть YouTube-канал, много всяких полезных ресурсов. Я сейчас даже в чат попробую скинуть ссылку. Но пока оставляю вам вот такие ссылки на наши ресурсы. Подписывайтесь обязательно, будем рады вас видеть. Ну и, конечно же, я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы по сторителлингу. У нас как раз на это сейчас есть время и возможность. Если я правильно понимаю, Валерия, тут вы меня сориентируете. Да, все правильно. У нас есть еще 10 минут, чтобы пообщаться с участниками. Прекрасно. Тогда я жду ваши вопросы и буду рад на них ответить. А сам пока скину пару ресурсов в чат. Это те же самые ссылки, поэтому, в принципе, уберу слайд. Очень удобно перейти. Друзья, если у вас есть вопросы, пишите их обязательно. Мы ждем сейчас, и Артем ответит на них. Если у вас не осталось вопросов, вы там торопитесь, убегаете и так далее, пожалуйста, запомните анкету обратной связи. Ссылку я уже отправила в чат. Это поможет нам сделать вебинары лучше и поднимать те темы, которые актуальны и интересны вам в данный момент времени. Давайте попросим участников, если вопросы есть, поставьте плюс и пишите вопросы или там, если еще не дописали. Если вопросов нет, напишите, пожалуйста, минус, чтобы мы понимали, что все понятно, вопросов не осталось, и вы будете использовать уже с сегодняшнего вечера, пойдете думать о том, какую историю вам же вам рассказать вашим кандидатам или уже существующим сотрудникам. Да. Кандидатам, кстати, да, это вопрос всегда в голове. Почему мне стоит приходить именно в вашу компанию? Ради чего вы существуете? Без этого можно оперировать только на уровне как в формате вот сколько у вас будет зарплата, вот где находится наш офис. Это не то, зачем и почему они приходят. История поможет ответить на вопрос зачем, почему и кандидату, и новичку, и сотруднику. Да, пожалуйста, очень рад, что было полезно послушать. Владислав, пожалуйста, всем спасибо большое за приятные комментарии. А вот все-таки почему взяли двойную фамилию? Видите, как остался гештальт незакрытый. Давайте так, постараюсь кратко. Для меня фамилия стала значимой практически сразу, хотя я этого не понимал. Дело в том, что мне фамилия досталась от дедушки. Я отца своего никогда не знал, а фамилия досталась мне от деда, Мушина Бориса Яковлевича. Он был известным ракетостроителем в СССР, и у нас были прекрасные отношения. Мама не стала брать фамилию папы и отдала эту фамилию мне. Я, по сути, последний из этой цепи. И мне эта фамилия очень нравилась. Но на уроке литературы в школе я понял, что эта фамилия имеет для меня сакральный смысл. Дело в том, что моя учительница литературы, Екатерина Львовна, она приглашала нас к доске писать разные сообщения, предложения разбирать. И вот, например, мой одноклассник Вадим Зефиров получил предложение про ветер Зефир, чтобы было интереснее. И тут я, значит, выхожу к доске, один из уроков, и она диктует. Мушин, но шин – это состояние разума в японских единоборствах. Я так, секундочку, что? Оказалось, что мушин – это реальное слово. Шин по-японски значит разум, а мушин – это отсутствие разума. Это когда в вас летит тысяча стрел, вы не знаете, как вы их отобьете, но вы их отбиваете, и потом такие, что сейчас произошло? Это вот мое состояние очень часто. Я прям себя узнал вот в этом ворваться, разобраться, что-то сделать, и оно проявляется, когда у вас очень высокий уровень навыка в чем-то, и вы можете вот на таком интуитивном уровне работать. И для меня фамилия стала сакральной, потому что я прям себя в этом узнал. Доходи до того уровня мастерства, где ты можешь неосознанно отбить тысячу стрел. Это вот мой девиз такой. А когда я познакомился с женой будущей, Аней Македонской, было очень много моментов в нашей биографии совместной, но один из моментов меня совершенно поразил. Единственное, что я знал о македонцах, о Филиппе, Александре, прежде всего Филиппе, это то, что они могли расставить свои войска так, чтобы всегда противнику казалось, что македонских войск больше. И говорят, что они обладали уникальной способностью смотреть на карту поля боя сверху. Я до сих пор помню момент, когда я наблюдал за работой Ани в паре, она была в роли психолога, в факультете психологии, разумеется, и его партнер был в роли клиента. И она задала гениальный вопрос. Она спросила, вы сейчас вот это сказали? Что это говорит о том, что происходит между нами сейчас как терапевтом и клиентом? Это вопрос не к клиенту. Это вопрос не к себе. Это вопрос в пространство между. Это то самое умение посмотреть на карту поля боя сверху и увидеть больше, чем видят два человека, сидящие друг напротив друга. Я когда увидел это качество, я начал узнавать Аню и понял, что вот эти корни и умение понимания того, как это все устроено, вот эта культура, в которой, извините, мозаика, которой 2000 лет в пельле Филиппа до сих пор сохранна, вот эта способность работать в долгосрочную, вкладываться и делать на качество, они все этим пронизаны. Это неправильно. Мы македонские, это про понимание, понимаете? Я когда понял, что там тоже есть смыслы, ну, в итоге пришло решение просто объединить эти смыслы. И соединились они в одну прекрасную фамилию. Произошло это в 2016 году. Вот у нас в сентябре будет годовщина очередная. Вот такая история. Да, очень интересно. У вас одна история, а интереснее другой. Мне кажется, когда там Артем приходит на работу в понедельник, у него спрашивают, как проходят выходные. Они все просто там идут, делают чай, садятся и 15 минут слушают очень интересные истории про то, как вообще прошли выходные. Потому что, казалось бы, там какие-то не суперсложные вещи, но так интересно рассказать. Это действительно большое умение и большое количество практики. Спасибо, Валерия. На самом деле, я больше люблю у коллег спросить. Ребята, ну что, расскажите мне о случае на выходных, который с вами произошел, когда вы поняли, что вы узнали что-то новое. Все-таки я собиратель истории, а не рассказчик. Сегодня я рассказываю. Обычно я в другом режиме. Вот. А, кстати, к вопросу, теперь думай, это правда или хорошая история. Хорошая шутка. Но давайте так, мне выгодно было бы рассказывать вам неправду, просто потому, что когда вы сможете это проверить, а через еще лет 10 проверить можно будет вообще абсолютно все, что мы говорим, потому что все будет записываться на диджитал какие-нибудь носители, то какой смысл врать? Легче гораздо создавать какие-то моменты в реальности и потом о них рассказывать. Мне вот так впечатлил один топ-менеджер в Марсе, когда на каком-то крупном совещании он сидел в африканском офисе, и там лампа мерцала на потолке, и никто не обращал внимания. В итоге он вышел с совещания, будучи топ-менеджером, вернулся со стремянкой, и лампой, и поменял лампу прямо на совещании. И вот этот момент, это не история, которую он рассказал, но эта легенда стала ходить по всей компании, потому что все стали говорить, вот как у нас принято, личная ответственность. Ему даже ничего говорить не надо было, он своим поведением создал историю. Вот то же самое легче гораздо сделать и потом об этом рассказывать, чем придумывать не будет. Это да, это точно. Хорошо, Артем, спасибо вам большое за доклад, спасибо за их вопросы, за участие, за интерес ко всему, и к фамилии в том числе, мне тоже было интересно узнать о фамилии, сидела, думала об этом полвебинара. Друзья, спасибо вам за обратную связь в чате, также вы можете оставить вашу обратную связь по ссылке, которую я отправила в чат, это анкета небольшая, она состоит из нескольких вопросов, заполнить ее занимает до минуты. И будем рады видеть вас на наших будущих вебинарах, а Артем будем рады видеть снова в виде спикера, спикером тоже наших вебинаров. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.